приветствую все братья и сестры благодарю бога что сегодня опять имею возможность утешаться с вами веру и общую и благодарение богу что бог нас утешает если бы нас бог не утешал то и мы не могли бы утешать друг друга я хочу сегодня делиться с вами тем утешением которым бог утешает меня когда вникаешь священное писание свое сердце имеешь какие-то обстоятельства в жизни имеешь какую-то нужду порой бывает и вникая священное писание ищешь ответы и когда бог утешает это так приятно так сладко становится уходят тревоги уходят страхи когда утешает сам господь и вот этим утешением хочется делиться она может быть будет не совсем новым потому что я как-то уже говорил на эту тему но тем не менее приходит в жизнь обстоятельства и вот я недавно читал слово божие и мне вспомнилось вспомнилась и эти слова я хочу с вами вновь ими поделиться я перед этим скажу так немножко предисловие интересно бывает как священное писание смотрит на некоторые вопросы не так как смотрит человек как смотрит бог вот вспоминайте такой пример когда слово божие называет человека который приходит и весь в проказе и священник объявляет его чистым такой как бы парадоксальный момент кажется если не весь проказе приходит они чистый а если весь проказе приходит то чистым объявляется такой как бы нестандартный взгляд божие слова открывает нам на то какой подход у бога какой взгляд у бога на чистоту я сегодня тоже хочу на один момент обратить внимание касающейся чистоты и перед этим прочту из евангелия от иоанна из 13 главы такой отрывок перед праздником пасхи иисус зная что пришел час его перейти от мира сего к отцу явил делом что возлюбив своих сущих в мире до конца возлюбил их и во время вечери когда дьявол уже вложил в сердце иуде симонову искариоту предать его иисус зная что отец все отдал в руки его и что он от бога и шел их богу отходит встал с вечери снял с себя верхнюю одежду и взяв полотенце припоясался потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем которым был припоясом подходит к симону петру и тот говорит ему господи тебе ли умывать мои ноги иисус сказал ему в ответ что я делаю теперь ты не знаешь а уразумеешь после петр говорит ему не умоешь ног моих вовек иисус отвечал ему если не умою тебя не имеешь части со мною симон петр говорит ему господи не только ноги мои но и руки и голову иисус говорит ему а мы тому нужно только ноги умыть потому что чист весь и вы чисты но не все ибо знал он предателя своего потому и сказал не все вы чисты и и вот я хочу обратить сегодня ваше внимание на чистоту когда христос сказал и вы чисты но не все он это сказал ученикам которые немножко немножко погодя времени совсем короткое время прошло в этот же самый вечер он говорит ученикам что все вы соблазнитесь о мне в эту ночь и когда начинает петр противоречить говорит ну если даже и все но только не я он говорит а ты и три раза отречешься и даже еще и до утра не просто соблазнишься еще и отречешься от меня три раза и вот посмотрите он это говорит ученикам которые немножко времени вперед пройдет они соблазнятся в это же утро в эту это же ночью соблазняться петр отречется он горит а вы чисты но не все я хотел бы обратить внимание на ту чистоту чем она сопровождается чистота о которой тут говорит иисус христос мы иногда делаем такое связываем своем уме своем представлении о том что чистота она как бы что такое когда какая-то победа в жизни есть у тебя какое что-то громкое такое яркое и все это видят и город вот этот человек он чистый он пред богом он чистый он чистоте ходит и мы так то вот так связываем понятие чистоты а в чем же сопровождалось состояние чистоты учеников в этот момент и он им последствии говорит я читаю ниже в из этой же главы 21 22 стиха сказав это иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал истинно истинно говорю вам что один из вас предаст меня тогда ученики озирали друг на друга недоумевая о ком он говорит и вот такое у них состояние сердце было когда он сказал что один из вас предаст мне они начали друг на друга озираться в другом евангелии говорится они спрашивали не я ли господи они имели недоумение они имели печаль опечалились и они были честны во всех их чувствах те чувства которые их наполняли они были честны в этих чувствах кроме одного мы конечно же понимаем что иуда в этот момент он в этих чувствах даже когда он говорил тоже сказал не я ли я ли учитель не было честно в этих вопросах не было честности в этих чувствах внешне он ничем не выделялся для других учеников он был точно так же как они себя вел он точно также выглядел и он такие же вопросы задавал как они но честны в своих чувствах и своем состоянии не был и вот видите это состояние чистоты она в чем сопровождалась тот момент она с правда сопровождалась печалью сопровождалась недоумением а впоследствии мы видим она сопровождалась даже такими горькими слезами когда плакал петр состояние чистоты она сопровождается чем не какой-то яркой победой это не тогда можно было сказать петр ты чист когда он взял меч и отрубил ухо рабу первосвященника некует оно сопровождалось стени хочется но не надо так делать и взял обратно уход значит и целил но состояние чистоты сопровождалось тем что они недоумевали 2 момент они не совсем не подготавливали того чтобы соблазниться и никто об этом не мечтал и не хотел этого чтоб соблазниться никто не подготавливал особенно пётр чтобы не только соблазни из а чтобы отречься, он совсем даже об этом не думал и не представлял, что он может такое сделать. Он этого не готовил в своей жизни и был уверен на себе, что он этого не сделает никогда. Но вот пришел момент, и это совершилось, и он плачет горько, горько плачет, посмотрел, встретился взглядом с Иисусом и горько плачет. И эти слезы это тоже состояние чистоты. А сколько сегодня в нашей жизни бывают обстоятельств, когда мы горько плачем? Сколько в нашей жизни бывают моментов, которые мы не готовили, которые мы не желали и даже и не думали, что можем так поступить, так может произойти в нашей жизни. И мы думаем, ну вот отчаяние приходит, ну что же делать, почему так? Как теперь? Как на меня Христос посмотрит? А Он сказал, а вы чисты. И это состояние чистоты, оно вот так вот и выражалось в таких обстоятельствах их жизни. Мы сегодня до конца сами себя не знаем. Поменяются обстоятельства, как мы себя поведем? Мы иногда бываем такие, казалось бы, такие сильные в своих глазах, такие уверенные в себе, но Бог знает, что кто мы и как мы себя поведем, но Ему важны наши намерения, наши желания. Как важно, когда мы в своих желаниях перед Господом честны. Как хорошо, когда мы можем свои намерения и свои желания открыть перед Господом, и нам не стыдно за них. Ученикам не было стыдно, они не собирались соблазняться, не собирались отрекаться. Они говорили, мы так не будем делать. Им это искреннее желание, они открывали их, искреннее состояние сердца, они себя до конца не знали, но они были искренни с Господом, они были честны. Как хорошо, когда мы честны с Господом. Как хорошо, когда мы желаем доброго. Да, оно не всегда получается у нас, но как хорошо, когда мы его желаем. Посмотрите, состояние нечистоты Иуды еще не поступок его определил. Он еще в тот момент не совершил этого поступка, но он уже был признан Христом нечистым. И состояние чистоты не соблазно то, что они соблазнились. Не отречение Петра определил состояние чистоты, а определили их добрые намерения и искренность перед Господом. И с искренним человеком, с честным человеком Господь имеет беседу, имеет разговор, он хочет с ним говорить, он хочет наставлять его, он хочет исцелять его. Давайте вспомним такой пример, когда пришла женщина с салавастровым сосудом и разбила этот сосуд, чтобы помазать Иисуса. И Иуда, не имея этих добрых намерений, прикрываясь добрыми намерениями, опять же не имея честности и искренности, он заявляет и говорит, ну почему такая трата денег этих? Лучше бы этому мира продали более чем за 300 динариев и раздали нищим. И вот ученики, имея чистое желание, может быть, тот даже подумал так, надо же, почему мне такое в голову не пришло? И на самом деле, почему бы так не сделать? И они подхватили эту идею, но они были честны в этом, в этих своих желаниях, вроде бы послужить нищим, они были честны. И они подхватили эту идею и начали смущать даже женщину эту. Христос говорит, что смущаете ее? И посмотрите, он имеет беседу, он утешил эту женщину, и он утешил и наставил, правильно направил учеников, которые были честны в своих намерениях. Он говорит, нищих всегда имейте с собой, и когда захотите, можете им благотворить, меня же не всегда имейте. Посмотрите, он как направил их, тех, которые имели искреннее, честное желание послужить нищим. Но Иуда этого желания не имел, он прикрывался этим желанием. Какой же совет он получил? Какое же исцеление он получил? Да он и даже слова от Христа не услышал. Это было слово сказано для тех, которые хотели нищим послужить. А Иуда о нищих не заботился, написано. И, соответственно, это слово не было ему адресовано. Как человек себя обедняет, насколько он обедняет себя, насколько он несчастен, когда он со Христом неискренен, когда он со Христом нечестен, когда какие-то худые желания, когда какие-то худые, может быть, стремления, чем-то добрым человек оборачивает и в глазах людей может казаться честным, в глазах людей может казаться на высоте. Но не будем к этому стремиться. Будем стремиться к тому, чтобы добрые желания в наших сердцах были, добрые стремления были. Да, они не всегда получатся у нас. Не всегда это получается. Но Христос называет чистым человека, имеющего чистое желание, имеющего честное состояние сердца. Апостол Павел в одном месте говорит, мы уверены о себе, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Я хочу сегодня, я сегодня утешаюсь этими словами. У меня тоже не всегда все получается, у меня много что не получается, я много что делаю не так, как хотелось бы. Но я когда смотрю на эти слова, что Христос называет человека чистым, тот, который имеет доброе желание, который не подготавливает каких-то худых дел в своем сердце, не мечтает о том, чтобы какие-то худые дела, и чем-то их прикрыть. Я вижу, что я желаю доброго, я уверен, что и вы желаете доброго, и вы хотите доброго. И я тоже думаю, что не всегда все получается. Но давайте вместе утешаться теми словами, что Христос называет чистыми тех, кто честен с Ним. Которые имеют доброе желание. И будем благодарны Господу, потому что только в Нем наша помощь, наше исцеление. И впоследствии апостол Петр, уже вот после вознесения Христа, после воскресения, он приходит и проповедует, и говорит, такие слова у него есть к тем, которые распяли Христа. Он говорит, братья, я знаю, что вы сделали это по неведению. И он дает им надежду. Он говорит, вы сделали это по неведению, и для вас есть выход, для вас есть шанс, для вас есть покаяние. Покайтесь, примите Господа Иисуса Христа. И человек, который получает исцеление от Господа, у него тоже есть слова те, которые он другим говорит об Иисусе Христе. Он не говорит, посмотри, как я сделал, посмотри, как я могу сделать. Он говорит, есть Иисус Христос, в Котором есть победа. Есть Иисус Христос, в Котором есть исцеление. Есть наш Господь, в Котором есть помощь. И жив наш Спаситель. И Он называет нас чистыми. Слава Ему за это. Аминь.